друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребят сегодняшний ролик уралки сарафана под названием сэкономила 17 тысяч обновила посуду на даче приехали на дачу как всегда и собственно уралочка нам демонстрирует что же ей дали за тот самый лук но если кто-то были такие наивные люди на канале уралки которые правда поверили то что уралка даст этот лучок какой-нибудь бабушки соседки помните как она сказала ой надо наверное 5 соседкам раздать нет друзья мои вовсе не соседка зачем давать каким-то там соседкам которые ей взамен ничего не дадут она отдала этот лук марине своей знакомой приятельницы которая у нее появилась благодаря просторам ютуба на ютубе ее обожательница к ней она уже приезжала к этой марине вы все видели прекрасно и так далее и тому подобное да марина еще забегала ко мне в телеграм-канал не успела я собственно только создать свой телеграм-канал еще наверное даже недели не было моему телеграм-каналу как она уже забежала выскочила отсюда как ошпаренная и сказала боже это такие ужасные люди они такое пишут ну видимо марину нисколько не смущало эту тетеньку зигование уралки сарафана нисколько тетеньку не смущало что она тоже является славянкой а сарафан сказал надо взять собрать всех в кучу славянок отвезти к нам в кишлак и поиметь по полной программе тетку не смущало то что они без конца желали людям сдохнуть показывали факи в прямом эфире ну так на минуточку да чувак который приехал сюда который без родины без флага у которого нет даже друзья мои гражданство тетеньку марину эту нисколько не смущал но уралка тоже друзья мои гелыком шита знала прекрасно кому отдавать свой ненужный лючок и она отдала этой марине зная что то конечно же естественно звезде ютуба тоже даст что-нибудь взамен уже они без конца там всякими этими банками да там обменивались всем на свете и так далее и в общем демонстрирует уралка цветы которые дала ей это марина и вы знаете понятное дело да зачем каким-то там бабусин давать каким-то там соседкам давать у которых возможно ничего и нет да нет конечно уралочка на это не способна безвозмездно просто так даром уралочка никогда никому ничего не даст и я смотрю значит выдали им эти цветы и уралка начала раздавать команды сарафану куда надо сажать цветы и опять я обратила внимание на то что цветы сажает прям на самый солнцепек кстати там буквально через комментарий начинают писать по поводу того что ой это такие цветы ни в коем случае им нужен тенечек там ну или полутень но ни в коем случае на солнце их сажать нельзя потому что иначе они просто-напросто сгорят писали это наверное через комментарий а то и чаще но уралочка же у нас никогда никого не слушает она никогда никому не прислушивается она как я всегда говорю из той категории людей которая пойдет знаете на зло бабушки снимет шапку и отморозит себе уши это вот как раз таки прям про уралку далее ну а с другой стороны да до этого у нее там цветы сгорели сейчас сгорят и не жалко ну благо не свое не жалко да и свое собственно не жалко а то что вообще далее так скажем да это тоже тем более не жалко далее мне понравился момент когда они второй раз начинают озвучивать что у них как раз таки собрание вот там значит в этом снт да собрание там на этих дачах она говорит ой ничего ничего не успеваем вообще ничего не успеваем сарафан начал ей поддакивать и глядя вообще времени нет нет ни капельки ребят если честно валясь прям такие знаете перед нами две такие деловые колбасы у них времени нет ни капельки уралочка мне интересно а как это у других людей находится время на то чтобы ходить на собрание к своим детям да ходить на собрание опять же к себе мало ли там куда да какие то моменты бывают и так далее там неважно какие то вопросы решать когда люди работают с утра до вечера а здесь друзья мои сидят дома целыми днями но времени у них нет это что-то конечно же новенькое далее уставшая уставшая минут девять постояла с камерой в руках уселась на скамеечку подпирать домишко и начала как всегда свою излюбленную рубрику лишь бы с кем-нибудь посраться понеслось говно по трубам начала она за здравие как всегда говорит ой спасибо спасибо всем за комментарии но конечно есть и плохие комментарии ребят вот знаете я сижу и и слушаю то же самое она говорила вчера то же самое она говорила позавчера то же самое она говорила поза поза вчера и так далее каждый божий день мне хочется у них спросить вы еще не устали вы еще не понимаю если бы ты раз в неделю или раз в две недели пыталась бы расставить точки над и потому что ну как знаете вот так начинает писать ой а не надо там оправдываться и так далее меня так всегда вот за эти возмущают такие люди не возмущают а удивляют вернее да которые пишут мне то есть я высказываю там свое какое-то отношение какой-то ситуации свою какую-то точку не надо будет не надо оправдываться то есть когда вы говорите с кем-то вы получается тоже всегда оправдываетесь да в вашем понимании то есть люди не могут понять вы знаете я смотрю на людей они не могут понять элементарные вещи комментаторы зрители высказывают свое мнение в комментариях тут уж проще простого тут и вообще мне кажется это поймет даже пятилетка то есть зритель высказывает свое мнение в комментариях блогер высказывает свое мнение в в своем влоге, обзоре, в своем ролике. То есть, ну, я думаю, это понятно. Я говорю, даже вот семилетнему ребенку скажи, он все поймет с первого раза. Ну, такую чушь иногда пишут. Ты вообще смотришь и думаешь, боже, это вообще нечто, да? Ну, ладно, я бы поняла, если бы у нее там накопилось там за неделю, там за две недели, да? Она бы там раз в две недели бы там усаживалась или раз в неделю, и что-то бы там объясняла бы своим зрителям. Ребята, ну, каждый день. Ну, каждый день одно и то же. Вот спасибо, у нас зрители хорошие, основная масса хорошая. Ну, так тогда и зачем ты это все рассказываешь? Если у вас зрители хорошие, основная масса хорошая. Ну, зачем? И далее, далее, ребят, далее началось. Так, а что же там еще было? А, вот она там, что, вот туда-сюда, вот у нас там то, вот я, вот у нас там всякие разные люди. Ну, в общем, все как обычно. Далее Уралочка рассказывает о том, что заказали они биотуалет. У нас, говорит, есть, но вот нам нужен другой. И опять про еду. Она говорит, вы знаете, вот еду мы из дома не взяли, в такую жару, говорит, ничего нам в рот не полезет. Но при всем при этом тут же опять про еду. Ребят, про еду. В рот, говорит, ничего не полезет. И, кстати, те, у которых в рот ничего не полезло, приехали аж с целыми двумя пакетами. Набрали два пакета еды, будет, говорит, окрошка, в рот ничего не лезет. Выпечку взяли, там, хлеб взяли, бананы взяли, ребят, сосиски взяли, да. Помимо того, что колбасу взяли на окрошку, они еще набрали сосисок. Приличный такой пакет. Ну, короче, все как всегда. И показала, правда, две маленькие такие тряпочки. Говорит, вот тряпочки взяли. Валка, лучше бы ты салфетки еще взяла. Или бумажные полотенца. А желательно и то, и другое. Но нет, ребят, видимо, на это деньги тратить они не привыкли. И рукой вытрут, и рот, и пот, да, и все на свете, и все пойдет. Затем, опять же, продолжила выяснять отношения со зрителями. Даже не с хейтерами, а со зрителями. Вот, говорит, кому-то не нравится, как я говорю, что? Она говорит, как говорила, как говорю, так и буду говорить. У нас, мол, все чокают, все, говорит, в моем окружении, говорят, чё, и все чокают. Уралка, ну, мне прекрасно понятно твое окружение. Это действительно люди одного уровня развития. То есть, вообще, вот те, с кем ты общаешься, это действительно твой уровень развития, ваш потолок. Это понятно. Поэтому они понять не могут, чего мы так всегда возмущаемся, да, и чего мы так удивляемся, глядя на Уралку, глядя на Сарафан. Ну, когда она сказала, что если вам не нравится, возьмите, купите беруши, вставьте их себе в уши. Уралка, ты знаешь, ну, это какое-то все-таки уже идет откровенное хамство. Я бы тебе сказала так. Потому что ты говоришь своим зрителям и говоришь за всех. Вот у нас на Урале все... Да хватит триндеть уже. Огромное количество каналов, да, и которые живут на Урале, которые жили на Урале, переехали куда-нибудь. Такого безграмотного... Такой безграмотности я нигде не слышала, по крайней мере, да. Не, я верю, что это есть, но в любом случае я такие каналы не смотрю, и смотреть бы не стала. Но я хочу сказать, что самой Уралке... Уралочка, тебе хочу напомнить. Ты раньше так не говорила. Ты вот раньше так себя не вела. Если ты не помнишь, и у тебя проблемы в этом плане, пройди под свои ролики трехгодичной, четырехгодичной давности, и ты посмотришь, что ты там так не говорил. Ну, так, на минуточку. Она постоянно сваливает на маму. Ну, я прекрасно помню, как даже ее мама делала ей замечание, говорила, зачем ты коверкаешь язык, у нас так никто не разговаривает. То есть, а теперь она сваливает все, на маму, что и мама так разговаривает, и все так разговаривают. Ну, в общем, ладно. Далее, друзья мои, мне понравился момент, когда они два раза подряд сообщили о том, что сарафан будет устанавливать кондиционер. Я хочу напомнить этим людям, что кондиционеры устанавливают стационарные, те кондиционеры, которые работают конкретно. Гостиной там, да, допустим, на кухне, там еще где-то, да. Вот этот кондиционер, который они купили самый первый, он у них передвижной. Он у них передвижной, кстати, достаточно очень удобный. То есть, ты его куда захотел, туда его за собой на колесиках, туда его за собой и перетянул. Да, его можно перевезти там из квартиры в квартиру, из квартиры там в загородный дом, там на дачу, куда угодно. Вот, кстати, у моих родителей самый первый вот такой кондиционер был именно вот такой вот передвижной. И он у них до сих пор есть, помимо того, что у них есть еще и другой кондиционер. Но дело не в этом. Я не понимаю слово «устанавливать». Ребят, его устанавливать не надо. Его установить может пятилетний ребенок. То есть ты его просто приволок на этих колесиках в комнату, в которой тебе нужно, или на кухню, взял вот эту вот трубу, гофру вот эту, высунул ее в окно, все. Это не установка кондиционера. Когда устанавливают кондиционеры, уралка, специальные обученные люди, которые приезжают, когда вот вы приобретаете кондиционер, они вам его в течение нескольких часов устанавливают. Вот так, на минуточку, да, не важно, сколько времени, везде по-разному, где-то там первый этаж, где-то там высокий этаж и так далее. Везде свои есть нюансы, свои моменты, свои там плюсы-минусы. Ребят, ну вот надо было сказать, прям два раза сказали, устанавливать будет сарафан-кондиционер. Типа он такой умный, типа он такой умный, что устанавливает кондиционеры. Я и сказала, мне смешно было это слышать. Вот понимаете, уже не знают, как уже вот такие слова подбирают, да, что мол, смотрите, смотрите, работник года. Работник года, вот прямо вот расхваливает себя, он может установить кондиционер. Уралка, у нас ребенок сможет установить этот кондиционер, если он придет к бабушке, перевезет его из комнаты в комнату, да, высунет гофру в окно, все, вот тебе, пожалуйста, как говорится, установил кондиционер. Ребята, я в шоке, честно, меня вот этот момент насмешил, вот просто насмешил. Все пытаются показать, как времени нет, работник года устанавливает кондиционер. Вообще-то Уралка могла поднять свою мадам-сижу, свою пятую точку, свою Муму Азизову и встать, просто затащить этот кондиционер в комнату, да, вот туда, на дачке, и вытащить эту трубу. Все, дел, как говорится, несколько секунд. Вот, я смотрю на то, как сарафан ходит босиком по вот этому брошенному паласу, который как раз-таки у них в дачном домике. Знаете, я всякий раз, когда показывают нам в кадре вот этот ковер на полу, я на него смотрю, у меня такое жуткое вот убеждение, что этот ковер, его не то, что там, да, вот взять, выйти там, выбить, да, там всю эту пыль, вытряхнуть его прям вот на свежем воздухе, да, чтобы вот все вот это вот убрать оттуда все это говно. Я думаю, его и пылесосят раз в пятилетку, а тот разгуливает так спокойно босыми ногами по этому непонятному ковру, да, который, я уверена, убирается у них раз в пятилетку. Ну, если дома убирается все раз в пятилетку, то, понятное дело, и здесь тоже особо никто, нет, не парится. Уралочка несколько раз повторила, какой это кайф, вот установили кондиционер, да, вот этот кондиционер притащили туда, вот стало так хорошо, так прохладненько, так замечательно. Уралочка, а что вам мешало привезти его сюда еще месяц назад? А что вам мешало, мне просто интересно. Далее мне понравился момент, когда она высказала, так знаете, аккуратненько сарафану про квас. Он приходил и говорил, что вот на улице жарко, Уралка сама сидела, рассказывала, что на улице действительно очень жарко и вообще тяжело и так далее. И он приходил, и ему постоянно хотелось пить. И он брал пить квас Уралочки, который Уралка собиралась как раз-таки готовить окрошку, именно есть ее на квасе. И она ему говорит, пока, говорит, ты, говорит, пока я, говорит, окрошку еще не успею приготовить, ты уже, говорит, выхлебаешь весь квас. Вот насколько жадные люди до еды. Причем и она, и сарафан тоже очень жадный, без конца сам ест, а глазами сидит в тарелке Уралки. Знаете, это так смешно со стороны. Это вот категория людей, которые, мне кажется, еще чуть-чуть и могли бы подраться из-за этой жрачки. Подраться, поругаться. Просто, знаете, друг другу глотки перегрызть из-за этой жрачки. Это настолько смотрится как-то недостойно, некрасиво. О каких отношениях, о каких чувствах вообще может идти речь, когда они считают куски друг друга, кто больше съел, кто меньше съел. Не дай бог, кто-то больше взял. А это мое, а это мы не, как орет сразу же сарафан в этой семье. Но это ужас. Это ужас, Уралка. И ты знаешь, я, глядя на твою семью, хочу сказать, я благодарю Бога за то, что... Вот, ты знаешь, ценить, да, как говорят, ценить начинаешь тогда, когда что-то потеряешь. Нет, на самом деле все познается в сравнении. И я хочу сказать, что я благодарю Бога за то, что у меня такая хорошая семья, такие хорошие родные и близкие люди и такой замечательный муж. Я просто себе в страшном сне не представляю, чтобы мой муж, выхватив лучший кусок со стола, да, или там мы бы только сели за стол, он бы заорал бы, это мне, это мне, это мне, это мне. Вообще такого даже близко быть не может. Всегда предложит родным и близким, а уж и потом возьмет себе. Ну, так обычно делают настоящие мужчины. Опять же, настоящие мужчины. Ну, Уралка, тебе не понять. И когда вчера, ребята, она орала, вот, мне там пишут по поводу того, что вот, что у вас там, вот, муж хорошо пристроился, а ваши мужья что, тоже к вам пристроились? Нет, Уралка, это твой гастер к тебе пристроился, который пришел Альфонс, залез на бабку, которая на 20 лет его старше, да, которая выглядела ужасным образом просто, ради денег, ради халявы, ради того, чтобы хорошо пристроиться. Пришел без родины, без флага, без штанов, без всего. А за наших мужей, мы замуж выходили по любви, и они нас любят, представляешь? И не сошлись с бабусями, которые старше их на 30 лет, а выбрали, как говорится, пасеньки и шапку. Ну, так, на минуточку. Не пристраивались с Альфонсом, поэтому ты не сравнивай божий дар с яичницей. Ребята, вот такой обзор, продолжение следует, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!